МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наталья Сергеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, чем запомнился 2018 год, что было запланировано, что удалось реализовать и какие, может быть, самые знаковые моменты были? Действительно, повестка Государственной Думы в 2018 году была очень насыщенная. Это и вопрос, связанный с принятием бюджета на 2019, 2020, 2021 годы. И, наверное, здесь нужно сказать, что на протяжении двух месяцев велась очень активная работа депутатского корпуса федерального уровня совместно с коллегами из Краевого законодательного собрания, из регионального правительства. И серьезным аспектом стало то, что Алтайский край, впервые доходы Алтайского края будут превышать 100 миллиардов рублей в 2019 году, из которых 48 – это денежные средства из других уровней, из федерального бюджета. Конечно, здесь ситуация связана и с той финансовой политикой, которую ведет регион, и с запуском национальных проектов. Соответственно, денежные средства из федерального бюджета пойдут как на выполнение поручений президента, майского указа уже этого года, послания президента. И, естественно, это национальные проекты, это демография, и здравоохранения, и образования, и создание качественной инфраструктуры, зданий, дорог, на которые, конечно, придут в Алтайский край. Поэтому второе направление работы, над которым мы занимались, это, конечно, вопрос парламентского контроля. Потому что сегодня и председатель Государственной Думы Вячеслав Викторович Володин ставит очень четкую задачу, связанную с тем, чтобы те законы, которые принимаются в Государственной Думе, которые подписывает президент, работали эффективно. И вот, наверное, наша основная задача – обеспечивать тот контроль, с одной стороны, доведение денежных средств до конкретной территории. И здесь мы тоже видим ряд моментов, встречаясь с коллегами из муниципальных образований, когда деньги в территорию приходят практически в конце года, и за месяц-два необходимо освоить. Мы видим в этом тоже несовершенство законодательства, и на площадке федерального парламента поднимаем этот вопрос, связанное с более ранним доведением лимитов денежных средств для того, чтобы они как можно раньше приходили в регион и, соответственно, как можно раньше доводились до муниципальных образований, чтобы те могли в спокойном режиме провести все конкурсные закупки, обеспечить нормальный ход строительных либо ремонтных работ, и успешно закрыться в финансовом году. Ну и, конечно, наверное, третье направление нашей работы – это представительская деятельность. В этом году изменился график работы Государственной Думы, то есть помимо региональной недели работа выстроена так, что с понедельника по четверг мы работаем в Думе, комитеты, фракции, пленарные заседания для того, чтобы пятницу и субботу приехать в регион и уже выехать в территории, встретиться с жителями, встретиться с представителями общественных организаций, ну, прежде всего, чтобы получить обратную связь и донести те вопросы, над которыми мы работаем. Ну, вы уже затронули денежную тему, и вот еще разок хотелось бы все-таки уточнить, а в бюджете на будущий год какая сумма заложена именно на Алтайский край и на что эти деньги пойдут? Во втором чтении, наверное, ну, сразу так, если говорить о цифрах, разница федеральных средств между первым и вторым чтением увеличилась практически на 10 миллиардов рублей, да, то есть 48 миллиардов рублей, которые выделяются на 2019 год из федерального бюджета, соответственно, порядка 52 миллиардов рублей это собственные доходы Алтайского края, и деньги пойдут, ну, если, наверное, сказать так по приоритетам, наибольшее количество средств это выплаты заработной платы, увеличение заработных плат работникам бюджетной сферы. Это вопросы связаны в том числе с повышением ротом, да, и федеральные деньги, которые пойдут на увеличение рота. Серьезные ресурсы идут на ремонты дорог регионального уровня, да, межпоселенческих дорог, потому что мы очень заинтересованы, но давайте говорить объективно, Алтайский край входит в тройку регионов по самой разветвленной сети дорог, да, межпоселенческих, межрайонных дорог, и большинство из них требует качественного ремонта. Деньги, которые пойдут на выплаты по рождению третьего ребенка, значительное средство на ремонт и строительство школ, на создание места в детских садах, да, причем для ребятишек от полутора до трех лет, для того, чтобы мамы, у которых ребенка исполнилось полтора года, в случае наличия желания могли устраиваться на работу, да, и не искать где-то няни, да, или отдавать ребенка по родственникам, у которых просто, может быть, не всегда есть такая возможность бабушкам, да, или дедушкам посидеть, а для того, чтобы создавать ясельные места, и ребенка можно было до трех лет отдавать в ясель. Ну, наверное, это одни из самых таких больших сумм, на которые федеральный бюджет выделяет деньги, да, и они придут в Алтайский край. Ну, то Алтайский край и туризм, в общем-то, неразделимы. Хотелось бы узнать, удалось ли каким-то образом помочь Алтайскому краю на законодательном уровне, может быть, в 2018 году? Ну, во-первых, нужно сказать, что 2018 год – это год завершения федеральной целевой программы развития внутреннего въездного туризма. Алтайский край – единственный регион, который в рамках этой программы был представлен тремя объектами. Это Барнаул-Горнозаводской город, Белокуриха-2 и Биск-Золотые ворота. Естественно, мы нацелены, и эту работу ведем совместно и с правительством, и с Ростуризмом, и с Министерством экономического развития, потому что сегодня курирование, да, Ростуризма передали от Министерства культуры в Минэко, для того, чтобы в новую программу, которая будет с 2019 года работать, конечно, Алтайский край вошел со своими объектами. Да, и здесь мы говорим, как уже существующие объекты, да, та же самая Белокуриха, так и новые объекты, да, условно говоря, развитие туризма, развитие спорта. Алтайский край, Заринский район, Тюгун, да, буквально неделю назад, я думаю, многие из нас принимали участие в открытии этого замечательного комплекса, который обладает уникальной логистикой, электричка, да, и носит такой более экономический, массовый характер для молодежи, для студентов, которые могут сесть на электричку, за три часа приехать в Тюгун, покататься и поехать обратно. Такая новая точка туристическая. Да, и в рамках этого на следующий год мы планируем провести впервые выездное заседание комитета по физической культуре, спорту, туризму, дела молодежи Государственной Думы в Алтайском крае, для того, чтобы коллегам из Государственной Думы, из профильных министерств, федеральных агентств показать, что у нас есть и, ну, скажем так, убедить, да, предложить развивать те проекты, которые существуют в Алтайском крае. И как раз тема, основное заявленное выездное заседание – развитие государственно-частного партнерства, поддержка ГЧП в сфере физкультуры, спорта, туризма и молодежной политики. Замечательно. Ну, наверное, коснемся немножко больного вопроса, касающегося ленточного бора. Вот хотелось бы понять, в чем была особенность работы, да, над этим проектом. Ну, бору хотят придать статус особо охраняемой территории. Вы правы, действительно, наверное, очень точно отметили больная тема, да, порядка 10 лет назад, когда категория нашего уникального в Алтайском крае ленточного бора была понижена, был снижен возраст, начиная с которого разрешаются вырубки, и уже не единожды и экологами, и наукой поднимались вопросы о придании особого статуса, да, но отдельного, особенно в лесного района нашему Алтайскому ленточному бору. В рамках правительственного часа у нас присутствовал министр природных ресурсов Дмитрий Николаевич Кобылтин. По итогам правительственного часа у меня состоялась встреча с министром, в рамках которой мы договорились о том, чтобы не позднее января месяца провести у него совещание, потому что позиция министерства абсолютно располагает, да, они готовы придать статус особой зоны, особой лесной зоны нашему ленточному бору, да, с особыми степенями защиты, противопожарного ухода, да, ну, нормативы вырубки и так далее. Но моя была принципиальная позиция, что ни одно решение не должно приниматься в любом федеральном министерстве без учета мнения региона. И мы договорились в середине января с участием правительства Алтайского края, краевых, муниципальных депутатов, экологов, лесопереработчиков, общественности, наути, провести такое совещание, чтобы напрямую донести позицию Алтайского края, да, причем мы и здесь можем наблюдать, что есть разные позиции, да, наряду с сохранением ленточного бора коллеги вызывают, ну, высказывают опасения о том, что тогда увеличатся объемы вырубки, да, соответственно, недополученные доходы. Здесь мы говорим, ну, давайте тогда развивать глубокую переработку, да, сегодня есть все возможности для того, чтобы и сохранить лес, и привозить, ну, условно говоря, с других территорий лес, который мы можем в Алтайском крае заниматься глубокой переработкой и дальше уже ввести на экспорт. Поэтому... Ну, все-таки очень коротко. Стоит ли беспокоиться о людям, которые работают в этих лесах, и что они могут остаться без работы? Наверное, самое главное – это то, что сегодня правительство Алтайского края прекрасно понимает все плюсы, минусы, все риски, и на площадке федерального министерства Кобылкин готов это услышать. Мы это озвучим, и еще раз, без единой позиции со стороны Алтайского края никакое решение в отношении ленточного бора не будет приниматься. Поэтому совещание пройдет, по итогам с удовольствием доложу жителям Алтайского края, но сегодня мы заинтересованы в том, чтобы ленточный бор, он сохранялся. Наталья Сергеевна, я благодарю вас за беседу. Зрителям я напомню, сегодня мы подводили некоторые законодательные итоги года с депутатом Государственной Думы Натальей Кушиновой. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok